привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про новый контент который добавился в патче 1.14 а это новая чехословацкая ветка тяжелых танков это видео начинает серию видосиков и в каждой из серии мы будем знакомиться с новым танком этой ветки в этом видео мы поговорим про седьмой уровень в с 44 1 это танк можно будет выкачать из шестерки ст-шки чехословацкой ветки ст-шка шестого уровня очень хорошая поэтому проблем выкачать этот танк не будет поговорим про броню танка в с 44 1 если не вдаваться в подробности то в целом лоб корпуса лучше не подставлять вообще а лоб башни если подставлять то сдалека и двигаться чтобы не пробивали лючок поскольку он большой а вот если мы находимся в ближнем бою то танковать нужно только бортом выставляем вменяемый ромбик и у нас в борту появляется броня от 300 миллиметров и выше 250 между гусеницей и верхней части борта ну а так в целом борт получается очень бронированный но там есть огромный минус над гусеничная полка очень тонкая и пробивается у всей ветки это грубо говоря огромный минус всей ветки в нлд у нашего танка приведенки получается примерно 140 миллиметров 135 а в лд 170 такая себе броня для седьмого уровня если конечно доворачивать будет немного больше но в целом это не то броня которая дает уверенное танкование а вот во лбу башни у нас броня приведенная 207 миллиметров маска конечно у нас потолще но там тоже имеются небольшие дыры толщиной 212 миллиметров в целом для седьмого уровня это какая-никакая броня но голду это танковать не будет также на башне имеется большущий лючок который толщиной 78 миллиметров конечно же приведенной брони поскольку он имеет небольшой наклон но в целом что хочется сказать про броню уверенно танковать можно только бортом больше ничем теперь поговорим про подвижность это наверное самый медленный и вялый танк в ветке 14,17 удельная мощность назвать этот танк быстрым нельзя максимальная скорость 300 метров в час скорость поворота корпуса 25 градусов скорость поворота башни 24 танк в принципе не ультра медленный вот остальные танки в этой ветке уже ближе к ст наверное по мобильности а вот этот ближе к тяжам обзор 370 вполне себе нормальный обзор даже хороший для тяжа седьмого уровня бывает намного хуже и поговорим наверное про самое главное в каждом танке это орудие точность 044 сведение 2 и 5 дпм 1586 это все цифры без оборудования понятно что 044 точность не играбельная вообще но с оборудованием у меня получилось 035 а это уже хорошо но все равно плохо то что нет стабилизатора его сюда поставить нельзя поэтому стабилизация всегда у танка не очень но у танчика пробития бэбэшкой 206 пробития под калибером голдой 242 ну и пробитие фугасом 53 пробитие очень хорошая как для 7 левла его хватает целиком и полностью на все что мы можем встретить в бою за исключением каких-нибудь объектов 705 чем это чудовище пробивать одной картошки известно две самые большие фишки и огромных плюс а этого танка как я заметил когда играл на нем это орудие и очень бронированный борт и в каждом из этих огромных плюсов есть небольшие такие минусы в борту над гусеничная полка дырявая а в орудии нет стабилизатора но это танк мне кажется получился и так довольно таки хорошим для того чтобы его прокачать и забыть ну а некоторые любители 7 уровня в принципе могут его даже и оставить поскольку ничего трудного нету в том чтобы на нем играть пробитие шикарная альфа 320 дпм в принципе с оборудованием 2000 получается точность исправить можно сведение получается неплохое если использовать оборудование которое использовал я а это досылатель улучшенный прицел и вентиляция также я катал с дуб пайком и получилось сведения 218 а точность 035 и дпм 2084 в куче с хорошим пробитием это вообще неплохое такого орудия для седьмого уровня как по мне танчик вполне себе хороший с вами был варчик играть красиво всем пока а со следующими танками мы познакомимся в следующих видео и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok